Здравствуй, друзья! Два человека из окружения Путина подтвердили, что тот носит бронежилет, начиная с 2023 года. Британский специалист по безопасности Джейд Миллер посмотрел выступление Путина на параде Победы 9 мая. Говорит, видно, что Путин держит пальто высоко застегнутым, и видно, что он проверяет, застегнуто ли оно. Как будто пытается убедиться, что никто не видит, что там под пальто. По моему профессиональному мнению, Путин во время посещения парада носит некую форму баллистической защиты, заключил Миллер. Геополитиком так и не стал, зато геопараноиком стал на 100%. Инновационная буханочка. Воздуха наберите. У вас буханка. Обрезали и сделали пикапом для быстрой эвакуации. Стиральные машинки, чтобы было быстрее и удобнее вывозить из-под обстрела. Чтобы бойцы любой вознищихся ситуаций от обстрела или заметили птичку. Не, неправильно. Чтобы птичку заметить, надо было заказывать. Вот в такой комплектации. То, что ты показал, сугубо для перевозки стиральных машинок. Обрезали и сделали под пикапом. Своими, вселенной. А вот это вот, знаете, что такое? Штурмовой мотоцикл. Новости из категории «Путин, где мои выплаты». Почему это я должен теперь жить на улице? Я участник СВО. Был добровольцем. Призвался в августе месяце, 14-го числа. Получилось так, что выплаты не выплатили. Практически остался без денег. Ни компенсации за ранения. Ни губернаторских, ничего. Сейчас получилось так, что денег нет. Живу на улице. Хочу уехать на вахту в Москву или куда-нибудь. Но нужны деньги. Помочь никто не хочет. Ни от ополчаней никто. Даже не берут ни трубку. Ничего вообще. А так получается, что сейчас просто я пропадаю. Замерзаю. Слушай, в Гагу подъедь. Там и накормят, напоят. И даже постель предоставят. В Твери. Таксист услышал, что везет бойцов СВО. И высадил их прямо на трассе. Сорочь, пацаны. Ситуация такая. Услышал, что СВО нас высадил. Услышал, что мы участники СВО. И сразу нас высадил. И начал говорить, что мы... Ростовская область. Город называется Зерноград. Волонтер собирал с доверчивых граждан деньги, одежду, обувь, продукты питания. И бережно складывал у себя в гараже. А флаг украинский для чего тебе нужен? Патриот, потому что... Ты что, волонтерская? Ты что? Это ж... Леш, ну ты что, мародер? Я тебя лично машиной отгружала. Ты что, моя каша, которую я за свои деньги, за свои деньги, за свой счет, покупала мясо, круг, все, она стоит там. Алексей, объясните, пожалуйста, что делает моя каша у вас в холодильнике? Ну ты что, ну по-моему, по-моему, надо быть. Ну ты в своем уме. Вообще, это просто. Почему медицина тут... Нет, подожди, я тебе загружала каждый раз в машину, мои рукой подписаны коробки. Мы грузили в машину, ты уезжал, я пишу. Это самое Михалыч поехал на передовую. Все. Алексей, ну ты что, эти коробки не на передовой, эти коробки здесь. Алексей, ну да что такое? Ну как вам не стыдно? Сошел. Да как ты? Каши, каши тебе в гараж сюда никто не привозил, никто. Ты берал каши, привозил от Ольги, привозил нам на склад. Мы грузили на передок. Сейчас каши все протухшие там. Ты что делал, а? Что сделал Алексей? Алексей уже практически выполнил норматив на Орден Третьей степени за заслуги перед Украиной. Почему тут стоит медицина? Ты объясни. Свечи, печки. Я эти коробки тебе лично отгружала. Бойцам на СВО ты говоришь, вот хорошо там имбирь, мед, курага. Все это, они с чаем это самое напопьют. Да. Попьют они теперь чаем, попьют. Че, Леха, как? Курага вкусная была? Бутала. Кормушка для птиц. В России, которую построил Путин, люди живут свободно, как птицы. Как птицы в буталах. Сразу видно, японцы не умеют класть асфальт. Смотрите. Но это же явные ошибки. Во-первых, не идет дождь или снег. Правильно? Во-вторых, зачем столько людей? Два Петровича бы справились. И в-третьих, зачем они вот кладутся и заморачиваются? Вот просто песка навалили, сверху залили и все. Главная ошибка их. Вот смотрите, они это делают ночью. Ну кто же делает ночью? Обычно все делают 12 часов дня. Они еще и сразу разметку делают, и я не понимаю для чего. Да. Согласен. Жалко этих японцев. Пропагандистка, которая топила за Путина, сбежала из Германии в Калининград. В Германии на нее завели уголовное дело. Елена Колобасникова. Калининград. Да, вы не ослышались. Калининград. Больше не Кельн. Мы с мужем переехали. Мы сбежали из Германии. Нам грозило минимум 5 лет за нашу активность в поддержку России и Донбасса. И мы теперь дышим воздухом свободы, воздухом нашей родной России. Порадуемся за Елену. Это Калининград. Самый центр. Вот мы снова практически в центре Калининграда. Запах, конечно, не передаваемый. Запах свободной России, по которому так скучала Елена. Да, хай-тек. Запах, конечно, не передаваемый. Блин, Елена, мы так все за тебя рады.